Вот история, которую описала газета The Sun, и в наших СМИ она тоже сейчас муссируется. Беженка с Украины всего за 10 дней своего пребывания в другой стране разрушила приютившую ее в Великобритании семью. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщил британский таблоид. Подробности. Софья Каркадым, 22 года. Она трудилась в IT-сфере в городе Львов, покинула свою родину в связи с известными событиями и оказалась в приютившей британской семье. Что такое британская семья? Это 28-летняя Лорна Гарнетт, которая проживает в западном Йоркшире. У нее есть муж Энтони. Они предоставили молодой украинке свой дом в качестве убежища, и уже через 10 дней пребывания девушки на новом месте глава семейства решил уйти от жены к новой избраннице после 10 лет брака. Как итог, Лорна, это вот, значит, женщина-жена, пострадавшая, предложила Софии покинуть их дом. Однако муж съехал вместе с украинкой и к своим родителям, кстати. Хорошо. Отличная история. Мама поддержала. А здесь вопрос, конечно, интересен. Чем взяла эта юная особа британца? Я думаю, давайте сделать версии. В смысле, выдвигать версии. Я думаю, борщ. Борщ. Нет, подождите. Вообще девушки из России и Украины все последние десятилетия только и было разговоров о том, что они самые красивые в мире. Если бы мы не видели фотографии, то можно было бы с тобой согласиться. Обычная женщина, обычная девушка. Вот, ничего особенного. А думаю, борщ. Все-таки, как она прижалась к нему. Или он к ней. Или что-то еще. Ваши версии, господа. Не совсем похоже. Ну, ладно. А кто из них? Кто? Кто из них София, а кто Лорна? Блондинка, да. Вот это блондинка. Ну, наш человек абсолютно. Я здесь не буду говорить. Это кто? Темненькая, еще раз. Это жена. Это была жена. А светленькая. Ну, конечно. Это хорошо вторая версия. Блондинки побеждают. Смотрите, кровь с молоком. Это ж просто изобилие. Кровь на молоке, да. Процветание. Ну, короче говоря, о том, что самые красивые, конечно, об этом говорили и говорят. А о том, что самые стервы об этом говорили и говорят тоже. Ну, в принципе, ни одна украинка и русская женщина разбила сердце и не только разбила сердце, но и также слегка обанкротила западного мужчину. Это как бы в порядке вещей. Я до сих пор придерживаюсь у нас один народ, поэтому не будем говорить, что это именно украинка. Но в данном случае, да, жительница Львова. С чем, собственно, и поздравляю британского человека. Вот, вы знаете, на мой взгляд, вот не будет семьи, понимаешь? Вот то, чем она его сейчас привлекла, я тебе скажу, чем она привлекла. Это чисто по-человечески. Это совсем другой человек. Абсолютно не похоже не то, что внешне, а вообще по всем позициям. Да, вот на любую британку и на британцев в принципе. Вот чем она его... Да, ну именно эта вещь и погубят их отношения буквально там, я не знаю, ну вот по практике, сколько я вот слышал этих историй и даже знаю некоторые из них. Статистика. Да, через полгода. А ты думаешь, не подстроится, не мимикрирует? А как? Как? Ну для этого ему во Львов надо переезжать, понимаете? Нет, ну это чтобы он подстроился, это да. А она, думаешь, не подстроится? Это как поговорка есть, что можно выгнать там из женщины, а что нельзя. А деревню? Да, деревню. Ну в данном случае из этой женщины Украину вытащить не получится. Ни у кого не получалось. Ну она такая добрая. А с другой стороны, даже если у них не получится, вернется ли он к своей? Ну конечно, при условии, что она согласится его принять, не испортит ли она ему отношение к великобританкам? Вот еще какая проблема. К великобританкам? Ну я не знаю, я многих знаю, великобританцев, голландцев и так далее. И знаешь, особенно голландцы, очень дико прям вот не любят собственных женщин. Ну имеется в виду тех же голландских или великобританцев. Очень многие женщины на турчанках, вообще на ком угодно, лишь бы не на британке и не на голландке. Вот я просто знаю две эти истории. Ну надоели они им за последние там, я не знаю, полторы тысячи лет. Видимо, сильно победили, равноправие все-таки это не то, что нужно. Да, да, да. Они очень похожи на них самих, а жить самим собой это как-то не аль. Ну просто, так сказать, одно дело, да, одно дело провозглашать равноправие, а другое дело иметь его дома. А тут все-таки хочется чуть-чуть быть не совсем равноправным. Ну посмотрим. К сожалению, наверное, я не знаю, будет ли нам эта газета сообщать подробности их дальнейшей судьбы. Если вдруг узнаем, мы обязательно вам расскажем.